Девушки отдыхают Не заценить я ее не мог Просто по одной простой причине Потому что покупать лицуху В Windows Store это полный пипец Потому что там цены просто какие-то заоблачные Если взять тот же Forza Motorsport 7 Он там по-моему стоит в районе 7 косарей Это по-моему вообще совершенно Нереальная какая-то херня творится Потому что на самом деле Такие цены платить за Игру в нашей стране Но это по-моему полный абзац Вот ну конечно здесь На пиратке еще момент Что надо устанавливать Ее не так просто Это не репак какой-то Короче чуть-чуть надо поплясать с бубном Но в общем-то в принципе все работает Вот но единственный момент что Игра работает только в оконном режиме То есть она разворачивается поверх Собственно рабочего стола Поверх всех окон И только в таком виде она и работает С самого начала игра люто косит Под Test Drive Unlimited Но в общем-то это наверное Не самый плохой пример для подражания По крайней мере первая часть игры Была совершенно шедевральная На мой взгляд Здесь в общем завязка та же самая Здесь ты пребываешь в Австралию Только ты являешься не ноу-неймом каким-то А ты как бы создаешь сам Всю ту веселуху Которая здесь будет твориться Вначале ты катаешься на На заемной тачке Потом тебе дают на выбор Несколько автомобилей Ты выбираешь все это дело После чего делаешь себе Свой собственный номер Там все эти дела Ну это короче Не такой уж важный аспект игры Но тем не менее Как бы это можно сделать И начинается собственно веселуха Сразу у тебя в распоряжении Остров На котором собственно Будет происходить все соревнования Будет что-то добавляться Какие-то ивенты И все такое прочее Ты приезжаешь в определенную точку На карте Сам создаешь состязания Будь это выступление Чемпионат Или какие-то гонки С соперниками Собственно выбираешь Классы автомобилей Для которых все это будет Создаваться То есть там можно даже Я не знаю там против Не знаю на маскалкаре Против баги Каких-то соревноваться Плюс на трассе появляются Разные приколюхи Типа Соверши самый безумный трюк Там самый высокий прыжок Самый дальний прыжок После каждой гонки Ты получаешь награду То есть деньги Очки Вот Репутацию И собственно Расширяешь Свои вот эти вот Ивент И чемпионаты Короче открываешь Открываются у тебя Все новые и новые возможности Новые плюшки Новые автомобили Плюс как босс Всех Всех этой бодяге Ты точно так же занимаешься Ну каким-то подобием Маркетинга Типа Подписок Подписок на радиостанции Которые будут Звучать Вот В этих твоих чемпионатах На На трибунах Или где там Ну собственно В машине И так далее И тому подобное Также можно нанимать Других гонщиков Выглядит это таким образом Что у тебя появляется Метка на карте Ты туда приезжаешь Бросаешь вызов Вызов гонщику После чего В случае победы над ним Ты можешь взять его В свою команду Внешне кстати игра Тоже выглядит Достаточно клево Я вот играл На высоких настройках Просто потому что Ну Во время записи Если включить ультра То начинаются просадки Что не очень приятно Так в общем то Картинка Очень классная На мой взгляд Для вот Прошлого года Когда выходила Эта игра Я не являюсь Каким-то жутким Там Графодрочером Да Я обычно не обращаю Внимания на то Что если есть Какие-то агрессии В визуальной составляющей Но здесь Реально То есть все на уровне И Действительно Всякие эти Эффекты Типа дождя Там И всего прочего Там солнце светит Какие-то Отблики Отблески Точнее Блики Какие-то Солнечные То есть все это Выглядит очень классно И действительно Приятная Очень приятная Глазу картинка Которая В общем то Я думаю Ну Если вы не Не лютая Графодрочер То она вам Должна Действительно Понравиться Конечно есть Какие-то Мелкие нюансы Где-то там Слишком угловато Допустим Ну В этих В кабинах Автомобилей Вот Но в целом Не вызывает Каких-то нареканий Все это дело Ну и конечно Основное На что Обращают Внимание Все Те кто играют В гонки Это конечно Как управляется Автомобиль Автомобиль Лично мне Понравилось управление Я играл с клавиатуры Честно говоря Очень отзывчиво И машина Хоть периодически Уходит в какие-то Заносы Но Машиной Можно управлять И Как бы Ее можно вытащить Из этого заноса Она Как бы Не уходит в Неконтролируемое То есть Если Взять там В пример Какие-нибудь там Игры Типа Project Cars Где В первой части С клавиатуры Машина Просто сразу Уходила Если мощная Была тачка То машина Сразу уходила В какой-то Занос Из которого Его просто Невозможно Было вытащить Здесь С этим Все нормально Вот Управляются Машины Очень даже Комфортно На геймпаде Я думаю Что будет Еще лучше Плюс Плюс управление Тачками Различается То есть Если вы едете На Ламборджине Она будет Вести себя Определенным образом Ежели вы Пересаживаетесь На какую-то тачку В моем случае Я на старте игры Взял Форт Мустанг Она управляется Уже Немного по-другому Не сказал бы Что как-то Прям очень кардинально Но Различия есть Ну и плюс На поведение автомобиля Еще влияет Конечно Покрытие Да Едете ли вы По какому-то Пляжу По воде Или же Допустим По мокрой трассе Да Это накладывает Тоже свой отпечаток И Управлять автомобилем Становится Либо легче Либо сложнее В зависимости От покрытия дороги В целом Данную игру В принципе Могу посоветовать Попробовать Всем Кто Вообще Любит гонки Потому что Ну достаточно Веселая игрушка Она не Не ударяется В какие-то Серьезные щи То есть Это действительно Такая игра В духе Test Drive Unlimited Если вам Та игра Зашла То это Я думаю Тоже понравится Просто как бы Я Сам В Forza В Forza Вообще Не играл Ни в одну Из частей Вот Это первое Которое Я прикоснулся Я знаю Что Forza Motorsport Отличается Вот как бы Там Более уклон Какой-то Более серьезные Состязания Да Здесь это Больше Такое Как бы Игра для фана Просто Гонка Для фана Поэтому Так что В целом Игра Вполне Пригодна Для того Чтобы Поиграть В нее Единственное Конечно Ну лично Я не буду Что-то советовать Но лично Я конечно Тратить на нее Там Сумасшедшие деньги В Windows Store Честно говоря Не стал То есть Ну очень приятно Что игра Появилась на ПК И все-таки Работает она Достаточно хорошо По крайней мере Вот Даже пиратка Она у меня Ни разу не вылетела Не крашнулась То есть Не зависла Ничего Все было В норме То есть Ну вот Единственное Огрехи Да Это то что На ваконном режиме Что в общем-то Конечно Сказывается Наверное На производительности Потому что Полноэкранный режим Был бы Гораздо лучше Не знаю Как бы Чем руководствовались Разработчики Когда вот Именно Такую вещь сделали Как бы На ПК Но Как есть Так есть Ну в целом Игра отличная В общем Честно говоря Всем советую Попробовать Играйте Гоняйте Играйте в хорошее И собственно До встречи В новых видосах Всем спасибо Всем бонзай